В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Мама готовит рыбку. Старший брат любит всех удивлять. Янта есть вкусно. Люблю я женщин и всегда любил и до сих пор об этом не жалею. Здравствуйте, это программа «Отведай» и я ее ведущий Владимир Сергеяков. Сегодня мы с вами поговорим о праздничных десертах, а поможет нам в них разобраться и приготовить одно из блюд кондитер Элеонора Филипенко. Элеонора, здравствуйте. Здравствуйте. Что мы готовим сегодня? Сегодня мы готовим многоярусный торт, который называется «Кракамбуш». Кракамбуш, бумбараш, комаруш, физеляш. Что означает в переводе? Хрустящий во рту. Всего-то на все. А что нам для этого потребуется? Нам понадобятся продукты яйца, сироп глюкозы, сливочное масло, мука, сахар, кукурузный крахмал, водичка, соль, стручок ванили, украшения для тортика и молоко. И молоко. Отлично. Тогда начинаем готовить? Да. Хорошо. Итак, что мы делаем? Первым делом мы готовим заварной крем с добавлением сливочного масла. То есть? Сейчас мы отмеряем 500 мл молока. Наливаем его в кастрюлю и ставим его на огонь. Итак, отмеряем молочко. Вот так. Есть 500 мл. Извините, Элеонора, не могу не удержаться. Я очень люблю молоко. А недавно открыл для себя молоко любимая чашка, которая готовится из натурального молока. Оно не содержит консервантов, очень хорошо хранится благодаря трехслойной упаковке и ультраобработке. А предоставлено нашим генеральным спонсором группы предприятий Янтер. А теперь выливаем молоко в кастрюльку и включаем плиту. Добавляем 50 г сахара и вычищаем аккуратненько семена ванили, стараясь сохранить. А, то есть это же стручок ванили, его сам не режут, а просто семена из него выбирают? Семена и сам стручок используются. Первый раз вижу стручок, наконец-то теперь я знаю, как выглядит ваниль анатурель. Стараемся ваниль руками не трогать, чтобы сохранить все семена и ароматы. И теперь мое дело стоять и помешивать, и смотреть, чтобы молоко не убежало в нашу красивую, хорошую плитку. Я сейчас буду дальше подготавливать яички с сахаром для нашего крема. А есть какие-то особенности приготовления вот именно этого десерта? Ну, может быть, это не особенность конкретно данного десерта. Ну, вот, например, желтки взбиваются с сахаром. Сначала кладутся желтки, потом венчик, потом сверху насыпается сахар и сразу перемешивается. Делается это для того, чтобы сахар не сжег наши желтки, и у нас не образовались комочки, от которых мы потом ничем не избавимся. Яичных желтков нам понадобится примерно 90 грамм, это где-то 5 яиц. Теперь мы их слегка взобьем с оставшимся сахаром, то есть где-то с 50 граммами. Ну, а вот какое блюдо десертное именно вам больше всего нравится самой? И готовить его, и потом употреблять? Я очень люблю зефир. И вы умеете его готовить? Да, я умею его готовить. И лучше, чем даже наши зефирные фабрики? Намного лучше. Так, вот мы перемешали желтки с сахаром, и теперь добавляем крахмал. И тоже тщательно размешиваем, чтобы не было комочков. Так, зефир. А вот какие... Мармелад. Мармелад. Вот это уже интересно. Это очень вкусно получается. А готовить очень сложно? На самом деле нет, просто по времени немножко долго. А какие исходные материалы для мармелада? Для мармелада нам нужно пюре фруктовое, в принципе, любое. Очень вкусно получается с малины, с ежевики. Так, у меня молоко закипает. Так, молоко закипает. Теперь мы его отставляем в сторону и настаиваем молочком минут 10, чтобы оно пропиталось ароматом ванили, отдало свой запах и вкус. Значит, Элеонора, я сейчас 5 яиц сюда разбиваю. Да, слегка. Слегка, слегка. Слегка, не сильно, да. Слегка, без фанатизма. Да. А вы в это время? Я сейчас, после того, как наше молочко настоялось, снимаю аккуратненько пленочку и продолжаю готовить крем для профитролей. Запах появился? Конечно. Да, даже здесь ощущается. Теперь я небольшое количество молока смешиваю с яйцами, для того, чтобы потом, смешав яйца с горячим молоком, они не получили термический шок. Чтобы не сварились, проще говоря. Чтобы не сварились. Это шок. Да, для них это шок. Вареные вкрутые яйца, это яйца в шоке. Какие вы бы могли порекомендовать праздничные десерты? Это могут быть какие-то кремы с фруктами, с тем же зефиром. Это могут быть не торты, а, например, пирожные. Так. Это могут быть, в конце концов, пирожки. Просто пирожки с клюквой. Просто пирожки, может быть, и с клюквой. Так, вот я слегка яйца взбил. Да. Теперь что с ними делать нужно? Теперь мы будем делать заварное тесто. Так, мы продолжаем тщательно его перемешивать, крем, чтобы у нас не образовалось никаких комочков. Он густеет, густеет, густеет. Да, он густеет за счет крахмала. Он сейчас хорош в консистенции такой, да. Вот. Ну, теперь после того, как мы чуть-чуть его сняли с комфорки, и он продолжает готовиться от собственного жара, мы его тщательно перемешиваем. Угу. Но так как у нас температура пастеризации яиц выше, чем у нас начал схватываться крахмал, то есть нам нужно его еще немножечко проварить, одну-две минуты буквально. Крем у нас становится глянцевым, блестящим и густым. Ну, теперь мы стручок ванили вытаскиваем. Он нам больше не обладает. Не нужен. И теперь будем взбивать наш заварной крем с маслом. Чтобы сначала его слегка облегчить и сделать более таким... Воздушным. Мягким и воздушным, мы добавляем небольшое количество нашего масла. То есть я понял. Которое требуется для... А этот заварной крем, чем больше взбиваешь, тем он лучше. Естественно. Ну, а я все-таки еще выпью немного молока, Элеонор. Я просто очень люблю молоко. После того, как мы небольшое количество масла смешали с нашим кремом, теперь нам нужно его взбить в комбайне с оставшимся маслом. Ну, хорошо вам, Элеонор, у вас есть такой комбайн. А вот у кого дома нет такого комбайна, чем можно взять больше венчик, да? Можно воспользоваться миксером обычным, ручным. И начинаем масло взбивать на небольшой скорости, добавляя понемногу наш крем. И вот этот все-таки комбайн, он механический, но, наверное, по времени меньше он взбивает, чем ручной? Ну, по времени столько же, сколько если бы мы взбивали ручным миксером. То есть, простых полтора часа обыкновения? Ну, несколько минут, чтобы у нас объединилось масло вместе с заварным кремом. То есть, нужно не по минутам даже, а вот когда эта масса станет однородной, тогда вот... Да, и слегка воздушная. Чтобы приготовить заварной крем, молоко с ванилью нагреваем на среднем огне. Взбиваем венчиком желтки с сахаром и кукурузным крахмалом. Когда масса загустеет, вливаем в нее тонкой струйкой горячее молоко. Затем снова нагреваем на среднем огне, непрерывно помешивая до загустения. После остужаем до 50 градусов. Затем взбиваем миксером, постепенно добавляя размягченное сливочное масло. И ставим остывать в холодильник. Так, наш крем взбился. Теперь мы его можем переложить в емкость и поставить в холодильник для того, чтобы он остыл. И мы после этого смогли его использовать в наших профитролях. Крем мы разравниваем в емкости. И обязательно закрываем пленочкой в контакт, чтобы у нас не образовалась сверху пленка, которая, к сожалению, тоже нам может дать комочки, которые совершенно нам не нужны. Ну да, потому что она же горячая, будет остывать, как получается, пленочка, как на молоке. Поэтому мы закрываем пленочкой прям плотненько. Что делаем дальше? Теперь мы делаем заварное тесто. Теперь нам понадобится большая кастрюлька. Большая кастрюлька, она у нас есть. Нам понадобится 200 миллилитров молока. И это молочко замечательное мы выливаем в кастрюлю. Да? Да. Добавляем 160 грамм воды. Так. Плитку включаем? Да, печку мы включили, делаем ее посильнее. Добавляем наше сливочное масло. Немножко соли, примерно 4 грамма. Так. И чуть больше сахара, грамм 8. Просто для того, чтобы оно не было пресным. Так. И начинаем варить. Доводим молоко до кипения. К тому моменту, когда молоко закипит, масло у нас должно раствориться. Закипело молоко. Его можно снять пока? Да, мы оставляем его и высыпаем всю нашу муку 200 грамм сразу разом. Сразу комочки не будут? Мы начинаем тщательно перемешивать. Перемешиваем, пока у нас наша вся мука не впитает воду с молоком. И ставим обратно на печку, чтобы немножко подсушить наше тесто. Елеонора, а вот вы по сути своей экспериментатор или нет? Или вы классиком? Ну, на самом деле, да. Какие-то классические вещи, они все-таки привержены определенным весам, определенным граммам. Поэтому, конечно, базовые какие-то вещи мы делаем так, как положено. Но можно что-то экспериментировать, добавлять свое. Какие-то, может быть, крем поменять не такой, как в рецептуре в какой-то. Либо какое-то украшение придумать свое. Либо начинку в торте сделать немножко не такую, как рекомендуют. Например? Ну, вот я, например, очень люблю безе, поэтому какой-то либо торт можно какой-то слой заменить. Например, вместо крема положить безе сделать. Теперь мы перекладываем наше тесто в комбайн и даем ему минут пять остыть. Наше тесто остыло буквально пять минут. И теперь мы начинаем его аккуратненько взбивать и смешивать с яйцами. Так, у меня все здесь тоже готово. Ирина, пожалуйста. Да, спасибо. Яйца мы слегка взбили. И теперь небольшими порциями мы будем добавлять в тесто, чтобы они объединились с мукой. А если их сразу туда раз все? Ну, они могут расслоиться, и у нас не получится тесто. Поэтому понемножку. А, потихонечку, подпорционно, да? Да, понемножку, чтобы оно смешивалось. Тесто становилось гладким, глянцевым и вкусным. Но оно по густоте какое должно быть? Оно густое. Да, в нем даже может стоять ложка, если мы поставим. Вот такое тесто нужно для пляжа. Ну, хорошо, вот комбайн запустил, и стой себе, когда он приготовится. Да. Ну, вот тесто у нас сбилось. Мы выключаем комбайн. Весь, да? Да. Так, духовку можно уже включать? Да, духовку поставим на 210 градусов. На 210 градусов. Так, теперь нам понадобится кондитерский мешок. Ну, какая-то лопаточка, емкость, чтобы... А, лопаточка есть? Есть, есть, уже готовила. Ну, это специальный мешок такой, раньше делали еще из бумаги. Ну, еще шприцы подаются. Шприцы бывают, да. Кулинарные. А, то есть это тесто туда, не крем? Пока тесто. Сначала мы делаем профитрольки. Выкладываем тесто небольшими шариками. А, поэтому коврик этот кондитерский, он специально вот с такими, как бы показывает размеры, да? Ну, да, это очень удобно, то есть, чтобы сделать их определенного размера, и они были на равном расстоянии друг от друга, потому что в процессе выпекания они достаточно сильно увеличиваются. Они увеличиваются, чтобы они не слиплись? Да. После чего поставим в духовку минут на 20-25, в зависимости от типа вашей духовки, то есть нужно будет посматривать за тестом, и как только они зарумянятся, слегка подсохнут, можно будет доставать профитроли из духовки. А, значит, что здесь хочу отметить, что очень важно, как мне показалось, интересным очень, это вот этот кондитерский коврик, не надо смазывать маслом, ничего не будет гореть, шипеть, не прилипать. То есть это очень удобно. Для приготовления заварного теста нагреваем воду, молоко, сахар, соль и сливочное масло. Доводим до кипения. Снимаем с огня и добавляем муку. Далее эту массу снова нагреваем на медленном огне в течение двух минут, помешивая деревянной ложкой. Даем тесту остыть и взбиваем его миксером, постепенно добавляя яйца. Когда тесто станет густым и глянцевым, делаем из него небольшие профитроли с помощью кондитерского мешка. Ставим их в разогретую до 210 градусов духовку на 25-30 минут. Затем даем им остыть и наполняем кремом. Наши эклеры готовы. Они остыли, мы их переложили в тарелочку. Теперь мы начиняем кондитерский мешочек кремом. Перекладываем. И начнем начинять наши пирожные. Так, хорошо. И после этого мы начнем их, начнем сварить карамель. А, еще у нас, еще же, это будет у нас как соус, да? Мы сварим карамель, которая будет скреплять наши пирожные между собой. И начнем сборку торта. Вот мы выложили крем. В кондитерский мешок и начинаем начинять наши пирожные. Дима Николаевич, я думаю, я могу это ответственное дело доверить вам. Мне? Да. А я начну пока готовить карамель. Давайте рискнем. Я не уверен, но попробуем. Хотя, не боги горшки обжигают. И вот сюда вот так. Берем очень просто, раз, вот так, раз и немного, да? Проколол? Да. Лучше сбоку, там потоньше они. Ну, смотрите, как у вас будет получаться. Я просто, мне надо понять. О, есть. Я почувствовал, пошло, да. Мы начинаем готовить карамель. Нам понадобится 75 грамм воды. Вот видите, не 80, не 70, а именно 75, да? 250 грамм сахара. Угу. Мы начинаем нагревать его на печке. Так, а я в это время мучаюсь. Ну, не мучаюсь, но пытаюсь начинить наши профитролички. Профитролички. И, Леонора, вот я на 100, даже на 120 процентов уверен, что ваши друзья, ваши родные, близкие, они все-таки пользуются вашей скромностью, вашей добротой. И наверняка ни одно значительное событие семейное, то будь ли общественное, не обходится без вас, без вашего участия. Ну, на самом деле, да. Мне нравится делать приятно своим любимым и близким. После того, как сахар слегка растворился, мы добавляем сироп глюкозы. Сироп глюкозы мы добавляем для того, чтобы сахар у нас не кристаллизовался. Леонора, а вот самая большая готовка, самая масштабная у вас была такая, чтобы было много наименований разных десертов, и чтобы вы все это делали своими руками? Ну, да, это было совсем недавно. Это была свадьба моей дочери. И я готовила, в общем-то, практически весь кэнди-бар, то есть сладкий стол. И что он из себя представлял, хотелось бы теперь узнать? Ну, то есть вот там был такой же кракенбуш, который мы сейчас готовим, там был зефир, мармелад, фруктовые корзиночки, сладости с черносливом, с черной смородиной. Ну, то есть, в общем-то, гости были довольны очень. И хочется спросить, что он себе представлял свадебный торт? Ну, вот, к сожалению, на торт у меня времени уже не оставалось, поэтому торт мы доверили, в общем-то, профессионалу. А, то есть вы его просто пошли и заказали? Ну, да. И еще, вы по образованию экономист, да? Да, я экономист. Вот скажите, вам не жалко тех денег, которые вы тратите на изготовлении десертов? Ну, нет, конечно, потому что от них получают удовольствие все вокруг, кто с ними сталкивается, поэтому... Проще говоря, кто их потребляет? Кто их потребляет. Для приготовления карамели воду, сахар и сироп глюкозы нагреваем на среднем огне, непрерывно помешивая. Варим до тех пор, пока карамель не станет янтарно-желтой. Так, у меня последние буквально усилия. Да, пирожными вы закончили. Теперь мы начнем сборку нашего торта. Профитроли наши начинены, карамель готова. Теперь нам понадобится, ну, либо такая канцелярская папочка плотненькая, либо картон, из которого мы сделаем конус. Так, я вам передаю эклер, да? Да. И начинаем сборку нашего торта. Или начиненные мною эклеры. Начиненные вами эклеры и карамель. И вот это вот сейчас, по-моему, начинается самый интересный и самый тонкий процесс. Самый волнительный. То есть... А, нет, все просто макается. Да, вниз мы кладем без карамели. И дальше обмакиваем эклер той стороной, которую мы будем скреплять с другим нижним пирожным. И по кругу выкладываем их. Выкладываем их по кругу, заполняя в том числе и центр. Ну, уже форма будет понятной, торт, да? Ну, а можно вот это сделать, упростить этот процесс? Например, взять, все уложить, потом раз сверху все это залить? Ну, к сожалению, они не скрепятся. То есть вот приходится вот так по одной пироженке. А, то есть вот вылится сироп, так и застынет на дне. Итак, мы заканчиваем сборку нашего торта. Ну, вот он практически уже у нас застыл снизу. Мы можем аккуратно перекладывать его на блюдо. Вот оно, блюдо. Интересно посмотреть, как это можно переложить аккуратно. Не знаю. Вот получается такая маленькая елочка. Боже мой, поразительно. Ну, теперь мы можем немножко украсить. У кого что есть дома, может быть цукаты, сахарная пудра, какие-то мелкие орешки, чтобы они смогли удержаться на нашем сахаре. Ну, ведь эта елка может быть любого размера, да? Ну, вообще, да. Делают очень высокие, очень большие. Каждая может быть большой. Итак, наше блюдо готово. Сейчас мы его немного украсим и можем подавать на праздничный стол. Чтобы сложить кракамбуш в конус, который делаем из канцелярского конверта, складываем одно на другое наши пирожные, скрепляя их горячей карамелью. Когда карамель застынет, переворачиваем конус и снимаем его. Получившуюся елочку можно украсить сахарной пудрой и декоративной кондитерской присыпкой. Елеонора, большое вам спасибо, что вы выбрали время, пришли к нам на программу, и мы с вами приготовили вот это чудное блюдо. И позвольте преподнести вам подарок от нашего генерального спонсора группы предприятий Янта. Здесь соусы, томатная паста, майонез от этого предприятия. Спасибо. С наступающим всех Новым годом. Хотела бы поздравить и сказать, что не бойтесь экспериментов. Они в любом случае доставят удовольствие и вам, и окружающим, и тем, кто их будет пробовать. А я хочу вам напомнить, что сегодня десерт мы готовили вместе с Елеонорой Филипенко. Не профессиональным кондитером, но замечательным мастером. А вам, как всегда, приятного аппетита. До новой встречи. Это была программа «Отведы» и я ее ведущий Владимир Сергеяков. Продолжение следует...